Привет! Хочу вам рассказать про вот эту дуэльную настольную игру Patchwork, которую в Украине локализовало издательство Kilo Games. В ней вам предстоит сшить из клочков ткани свой собственный плед, используя для этого механику полимина, в простонародье Tetris. Давайте я вам сначала расскажу правила этой настолки, а потом перейдем к моим впечатлениям. Это правила игры! Вот как выглядит расклад игры. В центре вы выкладываете поле, вокруг него размещаете клаптики, выставляете нейтральную фишку сразу после самого маленького клаптика, размещаете специальные клаптики. Каждый игрок получает поле покрывала и 5 пуговиц. Вы готовы приступать. В этой игре игроки не обязательно ходят по очереди. Всегда ходит тот, кто отстает на вот этом треке. То есть может выйти, что один игрок походит несколько раз подряд. Если оба игрока находятся на одном делении, то первым ходит тот, чья фишка находится сверху. В свой ход вы всегда можете сделать одно из двух действий. Либо пройтись вперед и получить пуговицы, либо выбрать и пришить клаптик. Давайте рассмотрим эти действия. Итак, желтый игрок решит собрать пуговицы. Он двигается вперед до тех пор, пока не окажется сразу же на следующей клетке после оппонента. Раз, два, три, четыре. И получает по одной пуговице за каждую клетку, которую он преодолел. В этом случае 4 пуговицы. Если вы выбрали действие выбрать и пришить клаптик, то это действие состоит из 5 шагов. В таком порядке. Сначала вы выбираете клаптик. Вы можете выбрать только один из трех, которые находятся после нейтрального маркера. Затем вы перемещаете этот нейтральный маркер, платите стоимость, указанную на этом клаптике. Стоимость каждого кусочка указана прямо на нем. После чего вы размещаете ваш клаптик где угодно на вашем покрывале, так, чтобы он ровно ложился на клетке, не выглядывал за край, и нельзя класть его поверх других клаптиков, которые вы уже выложили. И после этого вы не сможете его снова передвинуть. После этого вам нужно будет передвинуть свой маркер времени. К примеру, мы пришиваем вот этот клаптик. Вот эти песочные часики, значит, что мы должны продвинуться на две клетки вперед. Раз, два. То есть, независимо от того, какое действие вы используете, либо собрать пуговицы, либо пришить клаптик, вы все равно двигаетесь по этому треку. И на этом поле у вас есть бонусы. Здесь есть особенные клаптики. Как только вы проходите через них, вы сразу же обязаны пришить их куда-то на свое поле. А в момент, когда вы проходите пуговицу, вы получаете столько пуговиц, сколько изображено на ваших клаптиках. То есть, в этом случае я получаю из банка пять пуговиц. То есть, в этом случае я получаю из банка пять пуговиц. Первый, кто полностью закроет квадрат 7 на 7 клеточек на своем поле, получает вот такую фишку, которая приносит дополнительно 7 победных пуговиц. Когда оба маркера дошли до центра, игра заканчивается, и вы подсчитываете свои очки. В конце игры вы считаете все свои пуговицы, плюс 7 пуговиц за жетон достижения, если вы его получили, минус 2 балла за каждую оставшуюся, не закрытую к концу игры клетку на вашем покрывале. То есть, по сути, ваши пуговицы, это и есть ваши победные очки, а ваши незакрытые места на вашем поле отнимают ваши победные очки. Тот, у кого в конце игры больше победных очков, побеждает. Настутное жилье, сладый крестерка, отдыхай душой, наслаждайся моментом. У этой настольной игры очень знаменитый автор, Уве Розенберг. Он знаменит тем, что сделал массу очень сложных, серьезных еврогеймов, а также сделал несколько игр с вот такой механикой полимина. Это и здоровенная игра Fist for Odin, и трилогия отдельных игр, более уже простых семейных, на одну из которых, Cottage Garden, я делал уже в свое время обзор. Но Пэтчворк все еще остается самой элегантной и изысканной в своей простоте игрой из всех вышеперечисленных. Эта механика для многих людей вообще самоочевидна, и именно поэтому я рекомендую новичкам, которые только начинают свой путь в хобби, игры с этой механикой, потому что им не придется научить ничего нового, им сразу очевидно, как располагать эти тайлики на своем планшете. Я уже на своем канале делал обзоры на такие игры, например, как Остров Кошек или Медвежий парк, которые используют ту же механику и тоже подходят для новичков. Но Пэтчворк и среди них тоже самая простая и самая мною часто рекомендуемая. Дело в том, что в ней элементарные правила, которые самые очевидные и которые очень легко объяснить любому человеку, но при этом в ней достаточно глубины для того, чтобы в нее можно было играть с интересом. Здесь есть вот эта интересная механика с экономикой ваших пуговиц. Я сам рекомендую эту игру для новичков, и реально единственный ее минус в таком случае, это только то, что она рассчитана только на двух игроков. Для меня эта игра все-таки слишком простая, но все же я иногда сажусь, дело в том, что я даже со своими родителями в нее играл, наслаждаюсь этим умиротворяющим процессом складывания собственного покрывала. Дело в том, что я даже со своими родителями в нее играл, они у меня совсем не настольщики, то есть я пробовал эту настолку на очень разных людях, тестировал то, как она заходит разным игрокам, и она у меня прошла поэтапную такую проверку. Что касается оформления и темы, мне кажется, что это какая-то скукота. Вот эти коричневые клочки, шитье покрывала, пуговицы, наверное, кому-то это интересно. Это заслуженно знаменитая настольная игра. Если вы ищете приятную, простую, умиротворяющую дуэльку, это то, что вам нужно. У меня лично никогда не удавалось полностью закрыть покрывало. Если кому-то из вас удалось, напишите про это, пожалуйста, в комментарии. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому ролику и играйте в хорошие игры.